Девятый пасук Своего бедному Вот, это сам пасук И теперь на иврите он Немножечко более мисубах звучит Более сложно звучит, поэтому Прочитаю на иврите Тоф айнгу Егорах Кинатан милахмо ледаль Человек, у которого хороший глаз Тот будет благословлен, потому что Он дает от своего хлеба бедняку Что такое человек, у которого Хороший глаз, имеется ввиду Есть Такое на русском слово сглазить На иврите называется айнгара Человек, у которого дурной глаз Он что-то видит и из-за зависти В основном это происходит Он своим взглядом Вносит какой-то ущерб И действительно существует такая вещь Я, Боффен Калали Так вот, очень люблю всякие вещи Связанные с сигулот Поверьями и так далее Приметами, которые люди пытаются Вставить иудаизм, иногда это действительно Существует, иногда нет Но понятие дурного глаза Это вещь, которая описана в Талмуде И была такая история Когда, если я не ошибаюсь Раф был на каком-то кладбище И сказал, посмотрев на могиле На этом кладбище, что 90% Людей, которые здесь похоронены Они умерли не в свой срок Не тогда, когда должны были умереть А Всевышний приблизил этого Это из-за Айнхары Из-за дурного глаза Так же, как существует понятие Дурной глаз Которое приносит некий ущерб Некоторые вгам, изъян Так же существует хороший глаз И человек, обладающий хорошим глазом Он, взглянув на что-то Вносит в это браху Поскольку его волнует Имущество ближнего Не обязательно имущество То, что происходит Его волнует, чтобы у кого-то Что-то было хорошо И он вот, благодаря этому Не знаю, молитвой это назвать Или просто Назовем это так, как он называет Тоф Айн, хорошим глазом Он вносит в браху В жизнь другого человека И про этого человека сказано Что он его рах Что он будет благословлен Потому что он своего хлеба Дает бедняку Перевод, который сделан по-русски Это щедрый Человек, который щедрый И угощает бедняков Медальки, негет, мера за меру Что он будет благословлен За свои хорошие качества За свое поведение Начинаем с Перуша Который дает Гаон Который сразу же Таким вот курсивом Необычным шрифтом Перуш, который он дает Вильнюсский Гаон Бедерих Ремис Он говорит, что такое Тоф Айн Тоф Айн Это Иаков Иаков Авину Который прожил 130 лет До того, как пришел в Египет И 17 лет после того, как он находился в Египте Что это означает? Слово Айн Глаз на иврите Его гематрия Числовое значение Это 130 То есть Нун Это 50 Ют Это 10 Это 60 И Айн Это 70 60 плюс 70 Пользуясь некоторыми примерами расчета высшей математики Мы приходим к выводу, что это 130 И тоф Числовое значение Тоф Это Тет Это 9 Ваф Это 6 6 плюс 9 Это будет Подождите Тоф Это 9 Секунду Да Тоф Это Гематрия Числовое слово Тоф Это 17 Да 11 плюс 6 17 17 Это значение Слово Тоф И значение Слово Айн Это 130 Это Иаков Который Разделен был на То, что 130 лет он прожил в Эрисис Ройль И еще 17 лет прожил в Египте И поэтому Значит здесь намек на Иаков Авина Который был человек, который тоф Айн И как только он вошел в Египет В Египте перестало быть Ну не сразу, но почти сразу Перестало быть голод Поскольку его добрый взгляд Привел к тому, что исчез голод Который был Который предсказывал ИСФ Что будет 7 лет Голод был только 2 года Вот И Это Намек на Иакова Который обладал этим свойством Еще говорит Гаон Еще один перуш Что такое тоф Айн Что такое Человек, у которого хороший, добрый глаз Что каждый Каэн Который благословляет Это человек Обладающим Обладающим Хорошим взглядом Это Каэн Хорошим глазом Это Каэн Мы знаем Что Каэним Есть такое Мусак Такое понятие Которое называется Беркат Каэним Благословление Каэним Что такое благословление Каэним Это Суким Которое написано в Торе Ивареха Хошем Ваишм Иреха Иарашем Панафулейха Вахунека Исад Хошем Панафулейха Ваишем Лахашалом Вот эти вот Вот эта фраза Которую я процитировал На иврите Это Беркат Браха Который благословляет Каэним И это на самом деле Шесть благословлений Которые туда входят И это соответствует Шести оттенкам Которые есть в глазу Есть белый оттенок Серый оттенок Черный Голубой Несколько вариаций Которые могут быть Всего есть Пять Извините Пять оттенков Которые есть в глазу И последний Последняя Браха Это Браха Шалом Браха Мир Который тот Кто благословляет Там Исраэль миром И вот это вот Понятие ТОВ Которое сюда входит Это Биркат Схаганим Шесть Пять И один И слово ТОВ И также в Якове Существует Яков соответствует Шести направлениям Которые есть в этом мире То есть сути Якова Это то что Он распространил Тору Верого Всевышнего Внутри шести направления Это северо-юг, запад-восток Верх и низ И это шесть направлений Которые существуют Шишак-савод Как их обычно называют И Шалом Это и есть Шалом-мир Это и есть ТОВ Это то что пишет Гаон Курсивом Объясняя что такое ТОВ Айен и Варех Что это влияние Которое оказывает Глаз человека На все шесть сторон И вот это вот ТОВА Добро которое исходит из человека Оно приводит к Брахе Которое он благословляет других И благодаря этому Он сам получает Брахе То о чем часто говорят Амиварех и Дбарех Тот кто благословляет Тот сам получает благословление Суть понятия Брахи Это некое притягивание Влияние Творца Благодаря тому Той Митсве Той Брахе Тому словосочетанию Барухата Которое мы говорим в этом мире Это именно не твила Не молитва А именно Браха И Нефиш Гахаем Объясняет Что когда Исроэль внизу Говорит Браху То он соединяет Притягивает К себе Ту Гашпо То влияние Творца Которое происходит И притягивает ее Весь мир И тот кто говорит Эту Браху Акодыш Браху Благословляет Того Кого благословляет Каген Или благословляет Другой человек И тем самым Он благословление Приводит к себе Тоже Это то что происходило С Иаковым Который был Тоф Айин Поскольку Человек у которого Добрый глаз Поскольку человек у которого Злой глаз Человек который завидует Его Браха Не может быть Брахой Вот Это то что Здесь говорится Еще есть такой Комментарий Очень простой Что человек у которого Хороший глаз Добрый глаз Он должен говорить Берхад Амазон Мизумин Благословляет И говорит Браху На После еды Теперь мы сейчас Об этом поговорим Поскольку Гаон На этой теме Очень много Здесь места Уделил Поэтому поговорим На эту тему Гаон говорит Что в Гемори Цота Сказано Что не дает Коз Шель Браха Я не знаю Все ли знают Но Когда говорится Благословление После еды То ее По закону Надо говорить На коз С вином На бокал С вином В принципе Обычно Это делается На каких-то Торжествах И так далее Когда существует Присутствует Миньян То обычно Все говорят Берхад Амазон На коз Обычно Если есть Мизумин То тоже часто Говорится На коз Но не всегда В принципе Нет никакой разницы Когда человек Ну я не знаю Нет никакой разницы Я не могу сказать Но есть мнение Что когда человек Один благословляет Ему тоже Каждый раз Когда он говорит Берхад Амазон Поднимать коз Брахи Но во всяком случае Когда это делается В Мизумине Или в Миньяне То существует Минхак Это делать И это браха Который благословляли После Сауды На вино И вот коз Брахи О котором мы сейчас Говорим Его надо давать Тому У которого Тоф Айн У которого Хороший глаз Как сказано Тоф Айн Гуеварех Поскольку он дал От своего хлеба Бедняку Поэтому Ему нужно Говорить браху И здесь Есть игра слов То есть Это одно и то же слово Еварех И евурах Тот кто будет благословлен И тот кто будет благословлять Поэтому Есть такая вещь Что надо постараться Дать благословить Тому У которого Хороший глаз Это Начало комментариев Теперь он говорит Аль Тикри Евурах Эла И еварех Не надо читать Будет благословлен Надо читать Будет благословлять А именно Берхад Амазон Говорит Гаон Что на первый взгляд Окончание этого посука Что он дал хлеб От своего хлеба Бедняку Невозможно Лифареш Невозможно Объяснить Так как мы сказали Благословлять будет Тот у которого Хороший глаз Из-за того Что он угостил Своим хлебом Бедняка Какая связь Гаон пришел Весь этот комментарий Который мы сейчас Будем читать Он пришел Объяснить Связь Ответить На свой вопрос Он говорит Что ему кажется Что суть состоит В том Что сказано В Масехте Брахот На Дафе Каф На 20-м Дафе Масехте Брахот Сказано Дараш Раф Авира Говорит Раф Авира Сказали ангелы Служения Перед Всевышним Рибаношиналам Хозяин всего мира В твоей торе Ты написал Шерло Иса Паним В Ило Иках Шохот Что Всевышний Это тот Кто не Иса Паним Я сейчас переведу Что такое Иса Паним И не берет взяток Что такое Иса Паним Это Необъективность По отношению К какому-то Человеку Существует Два человека Один Рувен Другой Шимон Заповедь Судье Что он не должен Кому-то Относиться Менее объективно Чем кому-то Другому Он должен Относиться Одинаково Сказано Вторе Что Всевышний Он не Иса Паним Он одинаково Относится И не берет Взятку А ведь Ты Говорят Ангелы Всевышнему Ты Наса Паним Ла Исраэль Ты Необъективно Относишься К народу Израиля Ты к ним Относишься Иначе Чем к другим Народам Как сказано И дальше Приводится Тот кусочек Из Бирха С Каенем Который Я только что Читал Который Говорит Что Когда Каен Благословляет Народ Каени Благословляют Народ Они говорят Благодарит тебя Всевышний И Сохранит тебя И Обратит Всевышний Лицо К тебе Вот это Ласад Паним Дословно Обратит К тебе Своё лицо Означает Необъективное Отношение Как же Сказано Говорят Ангелы Как же Сказано Что ты Всевышний Не Иса По ним Не Объективен Не Обращаешь Лицо К кому-то Больше Чем К другому И в другом Месте Написано Что Всевышний Обращает К тебе Лицо Да Обратит Всевышний К тебе Своё лицо Значит Брахой Каен Делает Так Что Всевышний Обращает Своё лицо К Израилю И здесь Теряется Объективность Спрашивает Ангелы Как такое Может быть Есть Противоречия Между этими Псуким Между этими Отрывками Омар Лахем Ответил Им Всевышний Как Может быть Что Я Буду Объективен К народу Исраиля Не буду К нему Необъективным Я Написал Им Своей Торе Ты Будешь Есть И Насыщаться И Благословлять То есть Для того Чтобы Человек Был Обязан Прочитать Молитву После еды И благословить После еды Беркадамазон Это достаточно Ну Относительно Длинная Болитва Из четырех Брох Для того Чтобы человек Был Обязан Это сделать Ему нужно Чтобы он Ел Насытился И только потом Он обязан Благословить То есть Ему нужно Наесться До состояния Насыщения Что такое Наесться До состояния Насыщения Нам придется Сейчас Обсудить Но в принципе Для того Чтобы Мидарайса Истора Человек Был Хаяф Обязан Прочитать Беркадамазон Должен быть Выполнен После Квахалтова Саватова Рахта И будешь Есть И насытишься И благословишь Это состояние Достаточно Ну Более Или менее Редкое Чтобы человек Насытился Хлебом До такого Состояния Что он Был обязан Исторг Говорит Беркадамазон Возможное Состояние Понятно Но Не обязательно Когда человек Ест хлеб Он должен Говорит Беркадамазон Вэгэм Ани То есть Они следят За собой До состояния Кизайта Или Кебейца Если они Съели Кизайта Или Кебейца То они Уже Говорят Беркадамазон Несмотря на то Что Мидарайса Безусловных Июб Беркадамазон Обязанности Беркадамазон Нету Когда съели Кизайта И Кебейца Что такое Кизайта Что такое Кебейца Поскольку Понятно Что я должен Перевести На русский язык Но кроме Перевода Здесь надо Объяснить Размер Кизайта Это размер С маслину Размер Кебейца Это размер С яйцо Сегодня У нас Есть некая Проблема С размерами Я не помню Говорил ли я об этом Но на всякий случай Я коснусь ее Проблема С размерами Которые дает Тора Мы Живя В нормальном Человеческом Научно-техническо Организованном Обществе Мы привыкли Что температура Измеряется В Цельсиях Или Фаренгейтах Что Размеры Измеряются Грубо В метрах Объемы В кубических метрах Или кубических сантиметрах И вес В килограммах И так далее Это система СИК Которую мы привыкли В общем С раннего детства Со школы Система измерения Тора Совершенно другая Тора Измеряет температуру Температуру Яд Саледед Та температура Которая выдерживает Не обжигаясь Не отдергивается Рука человека Это температура Которая дается Нигде не сказано Чему она равняется В Цельсиях И Фаренгейтах Мы привыкли К тому что Размеры Измеряются В литрах Килограммах И так далее А в Торе Размеры Измеряются В кизайтах Кибейтсах Размер с маслиной Размер с яйцом Мы привыкли После того как Съел хлеба В размере Кибейтсах Размер яйца Устражают То что пока Мы говорим Они никак Не совпадают То этот размер Цитируется И говорится Что есть размер Хазаныши Размеры Рабхаймно Например Размер Рвиз На который Надо делать Кидуши И пить В пейсах Четыре бокала Вина Рвиз По Рабхаймно Это 86 грамм По Хазаныши 150 грамм И многие другие Размеры Тоже меняются Линейные И так далее То что называется Хазанышем На самом деле К Хазанышем Имеет очень косвенное Отношение Это размеры Ноды Боягоды Но тем не менее Тем не менее Как бы вот такие Размеры Изменения Произошло Поэтому то что Сегодня говорит Соберкатамазон Это не накизает Современные маслины Которые мы съедаем Если мы съели Хлеб размера Современные маслины То по большей части Мнений Не читается Беркатамазон Но половина Бояйца Половина яйца Уже считается По многим размерам Беркатамазон Или точно Целая бейца Но во всяком случае Гаон Это я просто заодно Чтобы рассказать Какая-то ликвидация Безграмотности Откуда возник Этот спор по размерам Заодно вставил сюда Но наша тема Немножко другая Гаон задает вопрос Что на первый взгляд Совершенно непонятно Что произошло Говорит Медраж О том что Гемора Говорит Гемора Что они едят Они То есть Амистарей Едят Кизайт Или кибейцы И говорят Беркатамазон Если уже сказано Что они съезжают Кизайт Кизайт Это половина бойцы Половина яйца То Кизайт Меньше чем яйцо Если уже сказано Что говоря Они говорят Беркатамазон С кизайт Или на кибейц Что должны Беркатамазон 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 Благословлять На того Это хумрот Которые есть Это тоже Изгимора Брахот Цитата Хумра Дарабизейра И так далее Но Все женщины Израиля Махмирят на себя И это Хумра Которая Как бы Стопроцентная Хумра Это никого Кто не махмирит Этого устражения Почему Приведена Здесь Хумра Связанная С Едой А не Например Хумра Связанная С нидой Есть много Других Хумрот Которые есть Теперь Гаон Начинает Отвечать На это И приводит Немножечко Подсчет Который Всегда Когда идет Подсчет В кизайтах Кибейсах И так далее Эти подсчеты Несколько Трудноваты По той причине Что мы больше Привыкли к Миллиграммам Он говорит Что Мне кажется Что вот Какое Объяснение Объяснение Которое дает Риф Приводит Объяснение Не свое На самом деле Это объяснение Которое дает Риф В геморе Ирувин Когда он Рассчитывает Сколько Нужно Отложить Еды Хлеба Для того Чтобы был Ируф Ируф Это Для того Чтобы можно Было В шаббат Есть запрет Выходить Больше Чем за 2000 Амот 2000 Локтей От города В котором Ты встретил Шаббат Для того Чтобы можно Было Удлинить Этот путь Выходить Не на 2000 Локтей На 4000 Локтей Нужно В конце 2000 Локтей Положить Ируф Ируф Это Количество Еды Которая Достаточно Для Трапеза Шаббата Например Хлеб Не например А именно хлеб Ируф Приводит Расчет Этого хлеба Он говорит Что Количество Двух Саудот Двух Трапез Это 18 Горгород Как Горгород Новоросский Я не знаю Инжир Нет Да Саш Бойцы И он Приводит Другое место Из Зохара Только в Зохаре Он нашел Это место Которое Говорит Что Три бойцы Это 10 Зайтим Три Яйца Это 10 Маслин То есть Девять Горгород О которых Идет Получается Что Один Зайт Он меньше Чем Горгерет На Одну Десятую Поэтому Получается Такая Вещь Что Надо Привести Расчет Что Размер Трапезы Это Три Яйца Количество Хлеба Соответствующие Объемы Трех Яиц Как Мы Уже Говорили И Это Значит Это Количество Хлеба На Десять Зайтим На Десять Маслин Теперь Говорит Гаон Так Что Что Делает Ам Исраэль Когда У Человека Есть Количество Десяти Маслин Это Количество Таких Двух Трапез Одной Трапезы То Тора Говорит Что Съев Хлебом Размером Объемом Десяти Маслин Человек Обязан Говорить Берхат Амазон Исторы Это Шиур Сауда Это Количество Трапезы И тогда Он будет Благословлять Всевышнему За свою Еду Которую Он поел И это Будет Благословление Заповедей Истора Как сказано Ваахалта Ваасаватаварахта И будешь Есть И насыщаться И благословишь Сказано Это Балашон Ехид В единственном Числе Ты будешь Есть Насыщаться И ты будешь Хаяф Ты будешь Обязан Благословлять Они Искали Я не знаю Как это перевести Бахипусный рот Это Цитата Из пророка Амоса Я не знаю Днем с огнем При свечках Днем Они Очень тщательно Искали Как можно Увеличить И вознестись К Всевышнему Больше Как можно Больше Приблизиться К Творцу Поэтому Когда у человека Есть Упомянутый Размер То есть Количество Хлеба В количестве Объема Десяти маслин То Что он делает Он ищет Десять человек Чтобы разделить Трапезу Еще с девятью Чтобы их было Десять Для того Чтобы Каждому Досталось По одному Кизайту По величине Одной маслины Хлеба И тогда Он не наедается До того Чтобы он был Сыт Но Теперь Они благословляют Дестером А когда Благословляют Дестером То говорят Неворох Элокейну Шиахалну Мишилов Тваха Хаину Давайте Мы благословим Нашему Элокейну Нашему Богу Что мы ели Его еду И пребывали В добре И Шитат Гаона Как Комментаторы Уже Гаона Говорят Что он считает Что благословить Дестером С именем Несмотря на то Что и не выполняя Миццу Благословления Исторы Это более сильно Более важно Более хамурно Более строго Чем благословить Одному Заповедь Доарайса Выполнить Поскольку Здесь все Десять человек Присоединяются К Брахе Благодаря чему Мы называем Имя Всевышнего И благословляем С именем В Мизумине Когда мы приглашаем Людей для еды Для благословления Существует Кроме Берхадамазон До Берхадамазон Если благословят Трое или Десятера Десять человек Ну естественно Больше десяти тоже То есть благословление Которое называется Мизумин Приглашение К Брахе На Берхадамазон Когда есть Десять человек Это благословление Говорится с именем Поэтому Говорит Гаон Что в случае Если у человека Есть Десять маслин А Мисраэль У них есть Минхак Такой Они приглашают Еще девять гостей Для того Чтобы благословить В Десятером И Брохо Которое они говорят Становится более Высокого уровня Поскольку там звучит Мизумин На Десять человек И это то Что каждый из них Ест по маслине Вместо того Чтобы съесть Одному Десять маслин Это размер Когда человек Насыщается Он насыщен Размер Берхадамазон До Райса Но если он не находит Десять Не всегда по другое С десять человек То тем не менее Он не ест самостоятельно Но ищет Трех человек Тогда каждому Из троих Попадается Кибейца Каждому Размер с яйца И каждый съедает И получается Мизумин Зимун на троих И это Так сказать В форме шутки Что это то О чем говорится В русском выражении Словосочетании Сообразим на троих Каждый берет По Кибейце еды Таким образом Они съедают Количество еды Которое Называется Гдейсвия Для одного человека Насыщение Одного человека И вместо того Чтобы один Сказал Броху Деарайса Они втроем Говорят Броху Дарабонен И прибавляют Мизумин Где говорится Давайте мы благословим Тому Чью еду Мы сейчас ели И это то Что сказано Говорит Всевышний И я не обращу Внимания на Исроиля Я им сказал Кушай и насыщайся В единственном числе А они следят За тем Чтобы сказать Броху В Зимуне Сказать Берхадамазон В Зимуне И делятся Своим хлебом С кем-то С бедняком В основном Для того Чтобы сказать Броху В Зимуне И Это то О чем сказано Сколько человек Участвует Сколько нужно съесть Для того Чтобы участвовать В Зимуне Рабиеву Доворит Кебейц Раби Мейр Говорит Кизайт Вот об этом Сказано Что Хакодыш Броху Иса по ним Он не объективен К народу Израиля Благодаря тому Насколько они Следят за этой Митсвой И теперь Псуким Не трудны И Псуким Надо понять Таким образом Когда они То есть Амисраэль Говорит В чем у нас Балакушье Ангелы спрашивают Всевышнего Ты написал В Торе Что ты не будешь Ласет по ним Ты не будешь Не объективен Кому-то И при этом В Биркас Кагиним Тоже в Торе Написано Исаа Что всевышний Что всевышний Будет не объективен Обратить свое лицо Больше к одному Чем к другому А именно К народу Израиля Отвечает всевышний Что никакой Кушьи нету Никакой трудности Противоречия Между Псуким Нету Когда они То есть Чтобы сказать Берхадам Азон Десятером Накизает Или втроем Накибейца То в этой ситуации Я тоже обращаю на них Отдельное внимание И слежу за ними Но когда они Этого не делают То об этом сказано Ашерлоис Апаним Что я Всевышний Который не будет Объективен И не будет Необъективным И это то Что сказано Пророком Аллахи Когда вы Не соблюдаете Мои пути И когда вы Соблюдаете их И когда вы Обращаете Своё лицо В Торе Как сказано То есть Если Существует Такое понятие Человек вроде бы Делает то Что он обязан делать Не делает выше Требований Тора Выше требований Творца Но тем не менее Когда человек Вот следит Это и обязан И всё И хватит То об этом Сказано было Такое место В Шабате Когда Там была вдова Я не хочу сейчас Подробно входить В это место Тоже связанное С Галахотнида Когда Умер Осталась вдова Умер её муж И Илья Уанави Встретил Эту вдову И она Чего-то такое Вот сказала Что как же Акодыш Баруго Он был такой вот Хороший человек Такой праведный Илья Уанави Начал задавать вопросы Как он вел себя Здесь, там и тут И после того Как она ему сказала Про одну вещь Которую он Ну Нарушал Исур Дарабонан Но всё остальное Было совершенно идеально Сказал Илья Уанави Боро Гамаком Благословен Всевышний Который убил его За то Что он Лонасапанимлы Тора Он должен был Искать возможности Выполнить заповедь Торы А не искать возможности Облегчить Какой-то вещи Вот И это сказано Здесь Говорит Гаон Что об этом Говорит этот Пасух Шлома Амелаха Который говорит Тоф Айн Его Рах Тот У которого Добрый взгляд Добрые глаза Он будет Его Рах Он будет Благословлен То есть Из-за того Что он собрал Других людей На свою трапезу Для того Чтобы Леварех Берхадамазон Обычно люди понимают Что приглашают Людей на трапезу Просто потому Что у них нет денег Благословить Дать им возможность Покушать Но здесь Говорит Гаон Что благословление Которое получит Человек За то Что он дал Другим людям Возможность Сказать Броху Сказать благословление Всевышнему Сказать Берхадамазон За это За Мезумин Который они сделали Он будет Его Рах Мигашем Он будет благословен Со стороны Всевышнего За то Что он так Замахмирил И дал возможность Людям Участвовать В Брахе За это Он Насапаним Ботойра Он был Не объективен К Торе Он следил Как бы быть Устрожить Какие-то вещи За это Акодыш Бруху Тоже Исалу по ним Обратит на него Отдельное внимание И это потому Что он дал Бедняку От своей трапезы Для того Чтобы Можно было Благословить Беркадамазон Дестером Или хотя бы Втроем И сделать Дополнительную Миццу Мизумин И это то Что он Насапаним Ботойра Я не нахожу По русски Слов Которые Это могут Выразить Как-то Обратил Своё лицо К Торе Лучше я сказать Не могу Поэтому Всевышний Обращает Своё лицо К нему И это то Что сказано Что не надо Что не надо Читать Его рах Будет благословлён А надо Читать Он Иварех Он будет Благословлять И тогда Хорошо Понятно То что имеется Ввиду Фраза Тоф Айн Человек У которого Есть хороший Взгляд Хороший Глаз Что это Тот человек Который Дает От своей Трабезы Другим Людям Для того Чтобы Вместе Леварех Вместе Сказать Броху Взимуне Вот на Троих Или на Десятерых Поэтому Он должен Благословлять Берхат Амазон И это То что Сказано Что он За что Это ему Дается За то Что он Дал от Своего хлеба Бедняку Точка Это Основной Пируш Гаона Который Он дает На этот Посуг Дальше Есть Некие Дополнения К этому Пирушу Я не могу Сказать Но некоторые Некоторые Комментарии Которые Написал Курсивом Которые Означают Дерих Ремис Которые Очень Мало Понятны Но Не знаю Даже Входить В это Или нет Но Попробуем Так Совсем Бегом Сказано Кизай Текебейца То есть Размером С маслиной Или Размер С яйцо И тогда Всевышний Насапаним В посуге В Ехескеле Сказано Насапаним Это Пнэйнэшер Пнэйнэшер Это Лицо Орла Что Означает Лицо Орла Он Цитирует Посуг Из Ехескеля И объяснение Этого посуга Дается В Зогаре В раем И гимны И Гаон Приводит Это объяснение Но Как все Что сказано В Зогаре Оно Не до конца Ясно Сказано И он Говорит Что Иса Гошем Паним Элейха Всевышний Обратит Себе Своё Лицо Это Имеется Ввиду Что означает Понятие Насапаним Обратит Своё Лицо Это Обратит Своё Лицо Чтобы быть Связанным С этим Человеком Обращение Лицо Всевышнего Это Связь Кэшер Связь Которая Обращает С тем На кого Он Обращает Внимание Обращает На человека Что означает Обратить Внимание На человека Объясняет Зохар Что Когда Ехескель Описывает Своё Ведение Колесницы Колесницы Всевышнего Которая Показывает То Как Всевышний Рохеф Рохеф Это Является Всадником То Как Он Ведёт Управляет Всем миром То Там Сказано Что Эту Колесницу Мы будем Читать Очень Скоро В праздник Шивот Гафтаре Читается Маосе Меркова Вот Действия Колесницы Пророчества Ихескеля Самое Начало Книги Ихескеля Где Описывается Что Именно Видел Пророк И там Сказано Что Он Видел Лицо Животных Которое Состояло Из Четырёх Лиц С каждой Стороны По одному Лицу Арьек И Легабай Шор Лев Он Напротив Быка Это Два Лица И Адам Человек Напротив Нешера Нешер Это Орёл Значит Орёл И Адам Вот так Вот Шор И Арье Вот так Я не знаю Как это показать Но с четырёх сторон Более или менее Понятно И Говорит Зохар Вот То место Которое Приводит Гаон Он говорит Что Кизай Текебейца Это Пнеадам Это намёк На лицо Человека То есть В тот момент Когда вы едите Кизай Текебейца Хлеба И благословляете Хотя вы не обязаны Это сделать То я обращаю Лицо Своё лицо То есть Что значит Обращаю лицо Это Лицо Человека Которого Видел И Хескель Вот в этой Всей колеснице С ним Находится Определённая Связь И посредством Этой связи Акодыш Берагу Обращает Своё лицо К нам С вами И это То что Сказано Что Ад Кизай И Ад Кебейца Размером Кизай И Кебейца Заставляет Как бы Ведёт К тому Что Всевышний Обращает Своё лицо Слово Иса Обратить Лицо Я другого слова Не знаю Поэтому Я так перевожу Употребляется В другом месте Когда сказано Что Всевышний Когда Амисрель Вышел из Египта И 40 лет Находился В пустыне То Акодыш Берагу Всевышний Нёс их Как на крыльях Орла Здесь употреблено То же слово Иса То же слово Нести Как слово Обратить Своё лицо То есть Когда Акодыш Берагу Обращается К нам Он как бы Поднимает Нас На вот Того вот Орла Который Находится В колеснице Ихэскеля И переносит Через все Трудности Которые могут быть И это то Что называет Ангелы Назвали Необъективным Подходом Ром Вонеса Вознести И перенести Вот Это Соединить С тем Лицом Который Есть на колеснице Ихэскеля Который Описывается Колеснице Ихэскеля И эти четыре Изображения Которые там есть Четыре лица Которые там есть Они говорят Гаон соответствует Четырем буквам Имени Всевышнего И когда Человек Находится В состоянии Когда он Насепаним Ле Тойра Он обращает Своё внимание На Тора Он соединяется С Торой То сверху Акодыш Берагу Соединяется с ним И несёт его Как бы Вот вся эта колесница Начинает вести Этого человека Как на крыльях Орла И он соединяется С буквами Имени Творца И становится С ним практически Единым целым Вот этот кешер Вот это соединение Которое происходит Между человеком И Акодыш Берагу Вот это соединение Это называется Что Всевышний Обращает Своё лицо К кому-то К тому Кто делает Какие-то Митсуот Лифни Мишрад Один Выше чем Требует этого суд И это то Как объясняет Гаон Я сейчас в двух словах Даю полные секунды Потому что Гаон переводит Рея Мегемна И это то Как он объясняет Что происходит В тот момент Когда Ам-Исраэль Делится хлебом С бедняком Для того Чтобы Сделать Больше Чем требует закон И благословить Сказать Брахот В десятером Или втроём Вместо того Чтобы сказать по одному В этот момент Акодыш Берагу Обращает своё лицо К этому человеку И соединение Которое происходит Между человеком И Всевышним Это соединение На какой-то На какой-то другой Немножко ноте Чем было раньше Называется Ласет по ним То что Обычно переводится Как быть необъективным Лучше относиться К Ам-Исраэлю Теперь Я хочу Вернуться Немножко К 21 главе Которую мы Относительно Недавно читали И конечно Все помнят наизусть Но поскольку Я например Забыл То я зачитываю Матан бесетери Кафе Аф Вэщохат Бехэк хэма аза То есть Тот кто даёт Подарки С доку В тайне Это Ихапе Аф Принизит гнев Творца И взятки Которые Даются Это то что Приведёт К гневу К злости Говорит Гаон О чём здесь Идёт речь Аф Понятие Аф Гнев я перевёл Я не знаю Других слов Это начало гнева Гнев Аф Аф Есть Каас 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 Это уже гнев Который выходит Из потенциального состояния В кинетическое Аф Это начало гнева Которое существует И в тот момент Когда даётся Матанод бесетер Когда даётся Вздока В тайной форме Это приводит К тому Что это гасит Гнев всевышнего И тогда Гнев к нам Не приводит Но человек Который даёт Шохат Бехэк Он даёт Просто взяткой Это наоборот Что делает Такой человек Он Поднимает Себя До состояния Ну Приводит Он наоборот Рождает Гнев всевышнего И вот этот Гнев Горячность Которая происходит Она называется Эз Эз Это очень сильная Она становится Очень сильной И это приведено Чуть-чуть В другой форме Но приведено В барайте Которая приводит От имени Рабьёсе Рабелезер Варабьёсе Глили Говорит Человек Который Говорит Таким Есть какая-то вещь За которой Его товарищ Его махиах Человек сделал Что-то не очень хорошее И его друг Его махиах Его упрекает За то Что он сделал Это так и нужно Делать Как это происходит Шохат Бехэк И капе Хамааза Машман Атен Бесеттер И капе Абга Коджбрагу То есть В тот момент Когда человек Упрекает Другого человека Выполняет Митцвут Хок такеха Томитех Упрекай своего друга И ты не понесешь За него наказание Если это делается В правильной форме В нужной ситуации И так далее То это Начинает Гасить гнев Но в тот момент Но в тот момент Когда человек Дает Что-то Бесеттер Втайне Дает какие-то Подарки То это Приводит К тому Что Акоджбрагу Полностью Гасит Свой гнев По отношению К этому Человеку Ок Задает вопрос Гаон Как такое Можно сказать Что полностью Гасится Гнев Всевышнего Ведь Всевышний Сказал Что Взятка Которая Дается Творцу Существует Понятие Взятки Творцу Которая Гасит Очень сильно Сильно Гасит Что-то Как можно Дать взятку Творцу Ведь сказано Что Акоджбрагу Не Насепаним То есть Он не Лицеприятствует И не берет Шохот Не берет Взяток Имеется Ввиду Гаон Такая вещь Что Если Не давать Бедняку В Израиле Матанод Бессеттер Тайные Подарки То нужно Будет Давать Открытые Подарки Или Тайные Подарки Наместникам Среди Народов Мира Которые Являются Правителями Стран Для того Чтобы Искупить То Что Те Гзерот Которые Они Собираются Сделать Для того Чтобы Их Искупить Придется Давать Большие Взятки Так Рекомендует Шламу Амелах Лучше Давать Те же Самые Вещи Которые Будут Работать Как Эти Взятки Бедняку В тайной Форме Для того Чтобы Бедняка Было Что Бедняк Израиля Который Нуждается И он Получит Подарок В тайной Форме Это Будет Работать И Искуп Убирать Гнев Всевышнего Нам Израиль И Таким Образом Не Понадобится Давать Взятки Народам Мира Для того Чтобы Убрать Тех Зерот Которые Приходят На народ Израиля Это Еще Один Комментарий Который Гаон Дает На ту же Ситуацию Иса По ним Лицеприятствует Мне подсказывает Тария Которые Здесь Нам Рассказывается Что Какой Дыш Может Лицеприятствовать И Что О чем Идет Речь Как К этому Может Привести Вот Такой Получился Очень Длинный Комментарий Совершенно Не на ту Тему На Которую Говорил На Мальбин Но Тем не менее Вот Так У нас Получилось Есть Еще Одно Место В Перке Абот Где Сказано Что Всевышний Не принимает Шохот Не принимает Взяток И Комментаторы Объясняют Что Какие Взятки Может быть Как Может Дать Взятку Всевышнему Человеку Понятно Как Дается Взятка Это Важный Иньян Пол Литра Или Еще Что То И Сразу же Действует Иногда Очень Безотказно Вот Но Как Можно Говорить О Взятке Которая Дается Всевышнему Просто Пока Рассказывал Вспомнил Было Такое Есть Под Москвой Место Называется Нахабино Там Проходил Семинар На котором Я находился В качестве Лектора Семинар Равцукера И Равцукер Обычно Этого Не делает Но Тут За день Поскольку Последний День Семинара Был Шаббат За день До Все было Хорошо Ну вот В середине Шаббата Ну как В середине В середине Трапезы Первой Трапезы Шаббата То есть Где-то Вечером Приходит Дяденька Который Являлся Сторожем Охранником Я не знаю Как Почему Ему Взбрело Он был Немножко Ну совсем Чуть-чуть Выпивший Ну совсем Обисало Вот он Пришел Посмотрел Внимательно Что мы делаем Сказал Что Во-первых Когда мы Идем Он выключит Свет И тогда На завтра Мы останемся Совершенно без Света В столовой Во-вторых Мы расходуем Много электричества Поэтому он Выключит Все плиты К нему Начали Так Сяк Ну никакого Эффекта Я спросил Там был такой Михаил Он тогда был Директором Я спросил Есть ли там Пиво Он сказал Есть Но очень Хорошее Даже как-то Жалко Но тем не менее Он мне выдал Две бутылки Пива Я подошел К дяденьке Я не очень умею Давать шохот Но выхода Никакого не было Вот я подошел И спросил А вы до скольки Дежурите Он сказал До восьми утра Я говорю Так вам Одной бутылки Пива не хватит Дал ему Две литровые Бутылки пива Он взял В каждую руку Бутылки пива Внимательно Смотрел на бутылки На меня Взгляд Не выражал Такого полного Понимания В этот момент Но он спросил Так что Плиты не надо Выключать Я говорю Да не надо Ему до этого Минут 20 Объясняли Что плиты не надо Отключать И тогда он Наидыши ответил Форштейн Мы подумали Какой эффект Вызовет Если он выпьет Бутылки Только увидев Он уже заговорил Наидыши Вот Но взятка Которая дается Полупьяному Шамеру К охраннику Я понимаю Как давать Но спрашивает Комментатор Бреки А вот О чем идет речь Когда говорится Что не давай Взятки Всевышнему Он не принимает взятки Как можно дать взятки О чем вообще идет речь И Маграль объясняет Что речь идет о том Что человек приходит К Творцу Это немножечко Будет против Перуша Гаона Мивильна Я бы сказал Но Тем не менее Человек приходит На суд Всевышнего И говорит Это правда Я нарушил Такую-то миссу Что да То да Но зато Я выполнял Такие-то и сякие-то миссу Поэтому сократи Сделай числитель И знаменатель Сократи Чтобы у меня Не было награды За выполнение заповедей И не было наказания За их нарушение Звучит очень логично Об этом говорит Маграль Сказанная в Мишне Перке А вот Что Всевышний Не принимает взяток Никакого сокращения Не будет Ты получишь награду За те митцвод Которые ты сделал Но получишь наказание За те верот Которые ты сделал И не давай Митцвод В качестве взятки Всевышнему Придя и сказав Да я что-то нарушил Но вот смотри В каких-то вещах Я очень хорошо себя вел Вот Это подход Моорали К объяснению Того что такое взятки Которые можно дать Творца И что означает Что Всевышний Не возьмет взяток Гаон же здесь добавляет Что Это Мидраш На самом деле Не Гаон Это Гемора Что существует Определенный подход Когда человек Меняет свой подход К Торе И Тора для него Он Весь оборачивается К Торе То тогда Всевышний Оборачивается к нему И это не работает Как взятки Это немножко другое Это Мидакина Гетмира Для тебя Тора Стала тем Что ты полностью Кошар себя к ней Привязал себя к ней За это А Кодыш Барагу Привязывает себя К тебе Это Это вот Такой У нас есть Такой комментарий Гаона Я думаю Что можно переходить К десятому Пасуку Девятый Занял у нас Очень много Времени Ну Такого Говорит Говорит Шлома На иврите Гареш Гареш Лейс Вейца Мадон Вейшбот Дин Вакалон Выгони Разведи Выгони На смешника И выйдет Мадон Сейчас мы увидим Как перевести слово Мадон Мадон происходит От слова Суд Вейшбот Из-за нее Можно вести Дин И Мишпат Суд Вместе с товарищем Против товарища Я уже объяснял Что Мадон Он Рождается Пробуждается Из-за нескольких Вещей Посредством Почему вот Человек приходит И начинает В суде Пытаться судиться Со своим ближним Первая Самая простая вещь Это посредством Сины Ненависти Как сказано Сина Таорема Дени Что сина Ненависть Она рождает Вот эти вот Тяжбы Судебные Посредством Человека Который Человек По природе Своей Его медот Его качество Это хама Вэав Это два вида Гнева Гнев Который Он накапливает Внутри И гнев Который Сразу же Выходит наружу Переходит Через крик Как сказано Ишкама Хама Игоре Мадон Человек Который Гневливый Он Приведет К тяжбе Потому что Без причины Люди Не будут Лаакпит Следить Уточнять Вот так вот Про какие-то Маленькие вещи Для того Чтобы из-за них Судиться И из-за них Вести тяжбу Из-за них Для этого Должна быть Какая-то причина Есть какая-то мелочь Которая Когда человек Задумается На секунду Он поймет Что ему это Не имеет значения Он готов поступить Но поскольку У него есть Определенные качества Характера И эти качества Говорят Что ничего Уступать нельзя Чего это Я буду прощать А он нет Примерно на таком уровне И вообще Он сволочь И тут же Рывать надо Рубашку на себе И кричать И так далее Это переходит В тяжбу И здесь сказано Что посредством Лица нута То есть насмешек Пробуждается Вот это желание Идти в суд И судиться Что насмешник Он насмехается Над всем Очень трудно Над чем-то одним Над чем-то нет И посредством Этой насмешки Он Приводит Шлет Человека В суд Для того Чтобы в суде Немножечко Посудиться Понасмехаться И он дает Советы Любому человеку Вот этот Насмешник Он дает Советы Любому человеку Как себя вести В суде Поэтому Шлом Амеллах Дает нам совет Что первое Что надо делать Это убрать Насмешника От себя Из своего дома И вообще С ним Никаким образом Не соединяться Чтобы понять Насмешки Понятие меня Это были Каждый гезунтер Каждый по отдельности И тогда Уйдет Желание И возможности И вот Необходимость Судиться По всяким мелочам Поскольку Не нужно будет Ити в суд И уйдет Пренебрежение К Боиздину И об этом сказано В Ижбот И тогда будет Находиться В швите В забастовке То есть Будет безработица И Дин И Колон И суд И вот такие вот Как он Колон перевел Я опять забыл Посрамление И суд И посрамление О, хороший перевод Что суд Это со стороны Боиздина А посрамление Это уже Когда люди Друг другу Говорят гадости И это что-то Рождает Такое вот общее Теперь Что говорит нам Гаон На этот посолок Он говорит Что человек Который Митлацец Морозеет Кулам Тамит Человек Который Постоянно Насмехается И делает Какое Пренабрежение Некоторое Ко всем людям Постоянно Из-за этого Его начинают Ненавидеть Поэтому К нему приходят Для того Чтобы с ним Поссориться И несмотря На то что Он выходит Из дома Для того Чтобы судиться В городе По этому поводу По поводу Сор С которым К нему пришли Возникают С какими-то Пренебрежениями И это то О чем говорится Если ты не хочешь Чтобы тобой Пренебрегали И тебя судили То Выгони Разведись Выгони Из своего дома Насмешника Потому что Когда ты выгонишь Его из дома Тогда Не придут Твои ненавистники В твой дом Чтобы с тобой Ссориться Потому что Эти ссоры Вызваны Твоим поведением Тем Что ты над ними Насмехался И об этом Сказано В ЕЦ Мадон Выйдет Желание судиться Это начало ссор Которое Начинается Как я уже Объяснял В другом месте Говорит Гаон Мы читали Это несколько раз Я не буду возвращаться В Ешафта Дин В колон Тем самым Ты и жбот Ты приведешь К тому что Дин и колон Насмешки И суды Окажутся В состоянии Швиты В состоянии Бездействия Что после того Как Они выйдут Судить Суд После того Как есть суд То появляется Либо приговор суда Либо Какое-то пренебрежение Но В тот момент Когда ты избавишься От насмешника И он уйдет от тебя То от тебя уйдет Не только он Но вместе с ним Уйдут суды Тяжбы И тогда Колон Пренебрежение Которое к тебе Тоже Закончится Следующий Пасук Который говорит Шлома о Мелах Я не успею разобрать Но Начнем Совсем начнем Даже не начнем Просто прочитаем Кто любит Чистоту сердца Того приятность На устах И тому Друг Царь На иврите Этот пасук Звучит Охэфтагор Тот кто любит Чистоту У него Чистое сердце И тогда Его Милость Находится на Него устах И на устах Ближнего И ближний То есть царь Относится к нему С милостью Ну Этот пасук Уже нам придется Разбирать В следующий раз Боизрад Ашем Вот Так что Всего доброго До новых встреч В эфире До свидания Продолжение следует